Всем привет! Сегодня будем готовить очень вкусный салат. Недавно читала комментарии на своем канале, и одна из подписчиц написала мне, а вы не пробовали в салат жарить маринованные огурцы? Так вот, я не пробовала и попробовала. Галина действительно очень вкусная, теперь делюсь этим рецептом с вами, попробуйте и вы. Мне очень понравилось. Мясная часть в этом салате это филе. Конечно, можно взять просто курицу, но намного вкуснее и интереснее будет, если вы возьмете филе индейки или, как у меня сегодня, утиное филе. У меня была уточка, и я взяла две филешки маленькие. Отварить нужно заранее, остудить, отварить нужно со всеми прелестями, соль, перец, лавровый лист и так далее, чтобы она была прям вкусненькая. Обсушить, чтобы она была сухенькая и нарезаем. Такие салаты я готовлю обычно или с индейки, потому что, ну, чаще всего в магазинах проще купить филе индейки. Но мне попалась уточка, и я не смогла устоять, думаю, ну, нужно по-любому готовить с уткой. Теперь тонкой вот такой вот соломкой и никак иначе, тоненько нарезаем филешечку. Итак, филе вот так вот немного распушиваем. Смотрите, очень важно, чтобы оно было заранее отваренное и полностью, ну, как бы, остывшее и обсушенное. Ну, вот такой вот салатик. Так, теперь дальше. Берем лук. Мне понадобится одна небольшая луковица, нарежьте ее полукольцами. И что нужно делать? Я не добавляю в нее маринад, не добавляю ни соль, ни сахар. Просто беру лук и вот так вот давлю, чтобы он пустил сок и стал мягче, не таким жестким. Добавляем лучок сюда мясо. Теперь смотрите, по специям и соли. Соли, перец, конечно, в салат добавляются. Но имейте в виду, количество соли не переборщите. В салате идут маринованные огурцы, горошек маринованный. Он уже изначально имеет соль. Поэтому, чтобы не пересолить, я слегка присаливаю в конце. Добавляем консервированный горошек. Немного нарезанного зеленого лука. Можно заменить на укроп, если лука зеленого не нашлось. Но не заменяйте на петрушку. Петрушка здесь вот как раз не в тему. Теперь берем огурчики маринованные. Мы нужно взять, вот видите, такие у меня средненькие 6 штук. Если у вас побольше, хватит 3-4, если у вас такие прям большие. Так, убираем попки и нарезаем. Как нарезаем? Огурец режьте на 3 части. Вот так. И вот так вот, смотрите. И сразу перед тем, как огурцы будем с вами обжаривать, выдавим чесночок. Понадобится 3-4 зубчика чеснока. Если вы совсем не любитель чесночного, хотя бы 1 зубчик добавляйте, потому что он дает такой классный аромат, такую хорошую нотку в этом салате. Теперь мне понадобится приблизительно 60-80 мл растительного масла. Добавляем его в сковородку. Я тут налила 100, но добавлю чуть-чуть меньше. Теперь что делаем? Добавляем сюда огурцы в холодное масло. Если будете добавлять в разогретое, будет шипеть и стрелять. Поэтому делаю вот так. Включаем. Делаем сразу большой огонь, чтобы масло быстро разогрелось. Огурцы начали вот так вот шкварчать. Теперь вот так вот их все время помешиваем. И на большом огне где-то 2-3 минуты их обжариваем. Огонь должен быть именно большой, чтобы масло было раскаленное сразу, а не на медленном огне долго. Поэтому делаю вот так. 2-3 минуты прошло. Теперь сюда отправляем выдавленный чесночок. Значит, смотрите. И выключаем плиту. И вот пока оно шкварчит, быстро-быстро помешиваем. Аромат чеснока сразу такой наимоверный просто. Тут главное, чтобы чеснок не начал гореть. Поэтому отключаем плиту. Мешаем. Ждем, чтобы оно перестало шкварчать. Вот слышите, оно уже угасает. Теперь со всем этим маслом отправляем сюда огурцы. Добавляем немного перчика. Вот так. И мешаем. Значит, смотрите. Вот это и все приготовления. Когда масло немного остынет, минут через 15-20 в салате, попробуйте все на соль и решите, нужно вам досаливать или нет. Потому что, ну, огурцы у всех могли быть разные. Салат до подачи готовится за 2-3 часа или дольше. Но не сразу на стол. Чтобы он немного настоялся, пропитался. Такой вот, знаете, он становится настоянный. Поэтому дам ему постоять как раз хотя бы 40 минут, чтобы все-все-все приобрело хороший вкус. Подавайте салат полностью остывшим. Еще раз повторюсь. На 30-40 минут доставляем в кухню на столе и будем пробовать. Пробуем, что у нас получилось. Выглядит заманчиво. Аромат у меня чесночка, так знаете, пахнет и манит. Поэтому еле дождалась, чтобы салат постоял и отдохнул. Так, что же вышло? Ммм, слушайте, правда, очень вкусно. Лук не имеет такую сильно ярко выраженную часть. Он, за счет того, что мы немного его помяли, он мягковатый. И это вкусно. Очень сочетается с маринованными, ожаренными огурцами и филе индейки, хотела сказать, уточки. Я готовлю чаще всего с индейки. Тоже получается хорошо, но с уткой просто круто. Ммм, слушайте, очень вкусно. Еще по вашему совету, Галя, я добавила зеленый горошек. И вы знаете, действительно очень вкусно. Очень круто получается. В прошлый раз я делала без горошка совсем, а в этот раз вот с таким вот маринованным. Возможно, вы имели в виду зеленый горошек вообще свежий. Но я взяла маринованный. Если надо было за свежим, напишите. Я в следующий раз дома попробую за свежим. Ну, в общем, всем рекомендую этот рецепт. Еще раз низкий поклон всем, кто пишет мне какие-то свои варианты рецептов. Мы потом это пробуем, и оно реально заходит. В общем, пробуйте, экспериментируйте обязательно. Попробуйте, я уверена, вам понравится. Нам же понравилось. Ставьте лайки, делитесь этим видео, подписывайтесь на мой канал. Целую, люблю, бывайте. Па-па. Па-па.